Чиновник от слова «чин» со времен, когда госслужащие гордились своим званием и подавали пример другим. К такому отношению к работе гонопчанам мэр Анапы Сергей Сергеев призвал руководителей госслужб и рекомендовал прислушиваться к опыту и советам служащих старой закалки. Заместитель мэра Михаил Баюр предложил соревнования по уборке урожая как мощный стимул работы, обозначил проблемы и причины проблем. Внимание виноградарству! Возрождение одного гектара виноградников стоит 1 миллион рублей. О происшествиях отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терехин и обратился за помощью. 140 сотрудников усилят охрану порядка во время рок-фестиваля Кубана. Полицейских поселят в Анапе и вахты будут доставлять в станицу Благовещенскую. Мэр Анапы Сергеев считает, организация дорожного движения должна быть научно обоснована и специальная комиссия, профессиональная, должна оценить нагрузку именно в пик сезона. Европа стоит в пробках сейчас, кому интересно. А там уж вы меня извините, дорожные сети развиты. Ну, я не говорю, в наших столицах, допустим, Верхняя Дорова. Он скажет, вот здесь надо посадить счетчиков, вот здесь надо посадить счетчиков. Даже не надо спрашивать, почему. Когда мы ему дадим фактуру, он посчитает и скажет, ребят, хоть из шкуры вывернетесь, без добавления одной полосы, я приведу, вы ничего не сделаете. Задача отделу транспорта – привлечь дорожный институт для поиска решений в борьбе с пробками. О проблемах незаконной миграции, актуальных во всей Кубани, отчитался заместитель начальника миграционной службы Василий Каргулев. Четыре иностранца, нарушивших правила пребывания выдворили, шесть протоколов составили на россиян, прикрывавших незаконную деятельность. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая коснулась темы самостроев 37 объектов уже в черном списке на сайте администрации. Специалисты готовят новый список домов, сданных в эксплуатацию через суд. Как будут поступать самостроями? Решение жестокое и без обжалований. Это первый реестр на самом деле 37 объектов. На самом деле на порядок больше таких объектов на территории города. Идет обсуждение и стоит пару вопросов основных. Можно ли увидеть реестр объектов, введенных в судебном порядке? Я считаю, что это не секрет. Кирилл Александрович, готовьте данный реестр и точно так же размещаем на сайт. И второй вопрос. Будут присмосы? Я отвечу коротко. Будут. Самостройщики активно противодействуют администрации. Специалистам, вывешивающим на незаконных объектах таблички самострой, угрожают. Глава города Сергеев подбадривает подчиненных. Нужно мощно наступать. Прички вас чуть не побили. А меня за мои заявления убить могут. Ты знаешь об этом? Нет? И я в таком состоянии уже больше 20 лет живу. А вы мне рассказываете. Боитесь? Пишите заявление, идите туда, где вас не будут ни обижать, ничего. Утром встал, пришел к работодателю. Только там ты не будешь 40 суток отпуска иметь. И те преференции, которые ты имеешь. А то мы самостроим, неделю на сайте размещаем. И все, чего-то боимся. Кого-то обидит, кого-то пригладит. Чего мы боимся? Боимся, надо менять работу, дорогие друзья. Громкая музыка, продажа алкоголя без лицензий, выносная торговля на пляжах и санитарное состояние города. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков распорядился проверять предприятие общепита каждый день. Заместитель мэра Яна Туплякина доложила, бюджет города вырос на 6% по сравнению с прошлым годом. Но есть еще недобор по налогам. Работу продолжат. Каждый день специалисты будут проверять три санатория по уплате налогов в бюджет. Общие показатели курорта тянут вниз санатории Русь, Кубань и Россиянка. По текущим платежам администрации задача отдавать подрядчикам средства вовремя. Вице-мэр Людмила Гузенко сообщила, в Анапе пройдут два значимых мероприятия. Юбилей крещения Православной Руси и День военно-морского флота 28 июля.